Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 18 стих 18 главы книги Второзакония. «Сказал Господь, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Господь обещает воздвигнуть среди народа другого пророка, который будет как Моисей. Как понимать эти слова? Если посмотреть на контекст 18 главы и предыдущих глав книги Второзакония, то мы увидим, что уже на подходе к земле обетованной Моисей учреждает важнейшие социальные институты, как мы бы сегодня сказали, суды чиновников, священников, левитов, пророков, о том, как будет структурирована социальная, общественная жизнь народа. И вот, что касается именно пророков, то Господь говорит Моисею о том, что воздвигнут будет пророк из числа братьев, подобного Моисею. Но разве кто-то может быть как Моисей? Потому что невозможно себе представить другого человека, который был бы настолько открыт к Богу, человека, который был бы настолько щедр душой, чтобы сотворить столько чудес. Более того, Моисей имел особую власть и особую привилегию провозгласить закон. Он, он единственный законодатель Израиля и высший законодатель, потому что именно он спустился со скрижалями завета, и то, что он передает народу, он получает непосредственно от Бога в самом начале истории. Конечно, в дальнейшем и царь, и Синедрион будут иметь власть обнародовать какие-то правила, устанавливать правила общественного порядка. Особая власть будет дана пророкам. Но никто из них не может сравниться с тем, что сделал Моисей. Более того, последний пророк Ветхого Завета, пророк Малахия, говорит о том, что нужно всегда помнить закон Моисея, служителя Господня. Потому что самое великое пророчество – это, в конце концов, то, которое поможет сохранить, исполнить все предписанное Моисеем. И все последующие пророки от Ильи до Малахии, они не внесли ничего революционно нового. Они не намеревались создать что-то новое. Они всегда хотели восстановить нечто древнее, изначальное, то, на чем Господь повелел строить жизнь в среде народа. Их роль заключалась лишь в том, чтобы напоминать людям о миссии, которую он когда-то получал Моисею. Люди должны оставаться верному Богу. Мир, который они создают вокруг себя, общество, оно должно быть построено на справедливости и на братской любви, на сострадании. И во времена второго храма уже большинство этих институтов не будет существовать. Но, по крайней мере, во время Вавилонского плена и после того, как был разрушен первый Иерусалимский храм, уже не было царей, потому что у Израиля не было суверенитета, не было священников, потому что храм был разрушен, пророков тоже не стало. И вот здесь возникает очень интересный вопрос, связанный с тем, что иссякло пророческое служение, иссякли пророческие харизмы, в какой-то момент вдруг устанавливается великое безмолвие среди пророков. И здесь могут быть две интерпретации. Один из древних мудрецов, толкуя это обстоятельство, говорит о том, что после того, как храм был разрушен, пророчество было отозвано от пророков, и эта перерогатива перешла в руки глупцов и детей. Конечно, это немножко напоминает историю Ганса Христиана Андерсена «Новые наряды короля», как будто на какое-то время воцарилось безумие и огромное количество лжепророков, прорицателей, гадателей, каких-то вестников апокалипсиса, новые мессианские движения, которые бурлили в общественной жизни, предсказывая конец истории и какие-то новые горизонты, эсхатологические горизонты. Очень многие секты, которые возникают в это время, фактически было похоже действительно на праздник каких-то безумцев, либо детей. С другой стороны, эта жизнь была очень яркой. Были, например, есеи, которые ожидали пришествия учителя праведности, и тем самым они подготовили почву для рождения христианства. Были зелоты, которые хотели поднять мятеж против римлян, и они были уверены, что их мессия будет военным героем, полководцем, который принесет свободу. Именно в этом будет состоять мессианская эра. И вообще-то их радочное ожидание чего-то, что вот-вот должно исполниться, приводило к тому, что пророчество становилось уделом либо детской болтовни, либо вещания каких-то безумцев. Но есть другое интересное толкование. Оно тоже связано с 89-м псалмом. В этом псалме есть такой стих, в котором говорится о том, что сердце пророка устремлено к мудрости. Вообще этот псалм считается песней у Моисея, и поэтому это в чистом виде псалм пророков, и говорит о пророческом служении. И вот наконец там говорится о человеке, сердце которого направлено на стяжание мудрости. И здесь возникает очень интересное обстоятельство. Новым пророком, настоящим пророком в этих новых обстоятельствах будет человек, который ищет мудрости. И поэтому иногда говорили, что мудрец выше пророка. Нам это может показаться очень странным, но стоит об этом задуматься, потому что в нашей повседневной жизни мы с этим сталкиваемся достаточно часто. Конечно, помимо пророков были еще священники, левиты, которые пользовались особым почитанием и властью в народе, особенно при совершении богослужения. Но в тот момент, когда пророк Ездра преподает закон народу и пытается поставить левитов выше людей, чтобы они объясняли и толковали закон, мы видим, насколько все приходит в запустение. И вот на этом фоне возвышается фигура мудреца, учителя, знатока закона, который способен передать традицию своего народа последующим поколениям. И таким образом на смену поколения пророков, которые совершают какие-то героические поступки, которые совершают нечто очень зрелищное, которые видят судьбы мира и видят какие-то дальние горизонты и своим духом буквально воспламеняют все вокруг. Вдруг в этом фалме говорится «Научи нас считать наши дни, чтобы нам обрести сердце, открытое для мудрости». Вдруг оказывается, что вместо этого горения, пророческого пыла, который перевернет землю, воспламенит душу этого мира, нужно просить у Бога мудрость, понимать, что ты смертен, и что твои дни небесчетные, для того, чтобы твое сердце открылось для мудрости». И вот здесь возникает очень странная вещь. Мудрецы всегда ценят смирение. И нам это может показаться немного странным, но в Ветхом Завете мудрец – это прежде всего человек, который понимает, как нужно выстраивать отношения с ближними, как воспитывать своих детей, как вести домашнее хозяйство. Мудрец – это ремесленник, который владеет секретами своего мастерства. Это купец, который способен провести какие-то замечательные сделки и тоже преуспевает в своем деле. И нам кажется, что мудрец – это человек, который занимается какими-то потусторонними, истинными, возвышенными идеями. Но в действительности вдруг мы видим совершенно другой образ мудреца, который выступает в большом контрасте с пророками. Но именно он становится каким-то новым идеалом совершенства, тем, к чему следует стремиться. Почему вдруг приходит этот идеал смирения? Среди книг премудрости мы находим тексты, которые нам передают бесценные крупицы. Например, говорится о том, что если ты можешь повлиять на своего брата и, например, преступника разубедить совершать преступление или усмирить чей-то гнев, то сделай это и попытайся сто раз начать сначала для того, чтобы добиться результата. Но, однако, если ты видишь, что твои слова не будут услышаны, вообще не прикасайся ни к чему. То есть вот такая замечательная мудрость о том, что не нужно бросать слова на ветер. И именно поэтому твои слова, когда ты заговоришь, они будут услышаны. Другой очень яркий пример пророк Исаия, когда видит образ эсхатологического мира, мессианского благоденствия, он видит волка, который будет жить с ягненком, тигр, который будет отдыхать на том же пастбище, где пасется козленок, теленок, лев, баран, все будут жить вместе, и младенец будет вести их. Вот такой образ благоденствия, где исчезнет всякое насилие, потому что вся земля исполнится познанием Бога, как вода изобилует в море. Но мудрецы говорят о вещах более приземленных. Они предписывают какую-то простую вещь. Например, для того, чтобы воцарился мир, не нужно быть эгоистом, а нужно оставлять остатки урожая, которые остаются после тебя на поле, для тех, кто нуждается. Не быть слишком скупым, уважать права бедняков, не унижать чужестранцев и даже язычников поддерживать, как ты поддерживаешь нищих среди своих людей. Точно так же, как ты хоронишь своих собратьев, сынов Израиля, точно так же заботиться и об усопших чужестранцах, если у них нет сил самим позаботиться о себе. Таким образом, возникает образ какой-то общечеловеческой мудрости, доброты и кротости, который в эпоху вот этого пророческого безмолвия помогает народу выжить. Именно просто исполнение заповедей, изучение писания, размышления, повседневная молитва и вообще повседневная жизнь, которая нам иногда кажется рутиной и о которой мы судим свысока, именно она поможет народу не ассимилировать со всеми окружающими народами, сохраниться как народ. И именно потому, что вот в рабинистическую эпоху появляется целое поколение великих мудрецов, учителей закона, людей, которые способны мыслить, которые обращаются не к конечным судьбам мира, а к тому, что тебя окружает в твоей повседневной жизни и дают какие-то конкретные практические советы, все это позволяет народу преуспевать и выжить. Поэтому среди социальных институтов, которые устанавливает пророк Моисей, перед тем, как народ войдет в землю обетованную, будет институт пророчества. Но настанет момент, когда оно может иссякнуть. Но в действительности оно не иссякнет, оно просто трансформируется. На смену каким-то утопическим пророческим идеалам придет мудрость повседневной человеческой жизни. И это величие мудрых людей, которые просто создают вокруг себя пространство доброты и человечности, становится более великим и значимым в глазах Бога, чем мужество и пыл великих пророков. На портале Экзогет.ру с вами был проратерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.